Эда, Толика знаете? Толика знаете? Ну, короче, Толик, он же, ну, последние два года вышибала работал. В книжном магазине. Нет, ну, в смысле охранником. А тут же это кризис, книжки покупать перестали. Знаете, вот так вот, директор магазина, вот так всех в ряд выстроил, сказал, давайте я сейчас вас вместо выходного пособия лучше всех расцелую. И позвольте подарить каждому с вас на прощание книгу «Новейшие способы голодания». Ну, чё, короче, Толик за объявление засел и нашел. В загородный дом требуется нянечка-повар с навыками гувернантки и дворника. Желательно отслужившая в армии. Ну, а чё, короче, ну, сел на электричку, поехал. Слушайте, это, знаете, это вот такой вот загородный элитный поселок. Огромный участок, огромный дом. Хозяин очень солидный. Не бизнесмен какой-нибудь вшивый, не дипломат какой-нибудь драный. Слушайте, капитан ЕБДД. Очень серьезный мужчина, солидный. Лицо, диагональ 8 сантиметров. Жирность 90%. А дома не души. Слушайте, у него это, ну, знаете, целый зоопарк. Вот к каждой твари по паре. Он только так сказал, говорит, я не люблю людей и бардак. Люблю зверей и парадок. Твоя работа простая, покормить бульдога, погулять удавы. Раз в неделю чистить аквариум с караганилами. И за скорпионом приглядывать, чтобы к бульдогу не приставалось. За пять минут до приезда хозяина на дорожке лепестки роз разбросать. Когда в баню идет, на бане флаг поднять. Когда обедать, садиться в колокол ударить. Все. Ну, а что, короче, Толик быстро все сообразил. И проработал аж целых две недели. И потом еще две недели отдыхал в психушке. Не, короче, а там знаете, что произошло? Этому капитану ГИБДД за огромные заслуги перед отечеством присвоили звание майора. И он решил это отметить. Ну, как, решил устроить у себя дома небольшой прием. И потом созвал начальство, сослуживцев, знакомых, журналистов проститутных. Журналистов, запятая проститутных, артистов. А Толику сказал, что все звери запер в одной комнате. Если хоть одна тварь, включая Толика, вылезет и напугает кого-нибудь с начальства. Ну, а что, сейчас же в России новую звезду обмывать, это дело непростое. Ну, это же целый ритуал надо соблюсти. Короче, этот майор уже через час на карачках стоял. Сиреной кричал. Под ковром в засаде с радаром прятался. Унитаз пытался оштрафовать. А потом решил показать гостям, какие у его зверки интересны. А Толик его предупредил, что крокодил сегодня нервный. Наверное, от громкой музыки. И злой. Потому что его подруга, надувная крокодилика, сегодня лопнула. А бульдогу скучно. Он хочет или мячик, или коса. А этот дурак Толик его задвинул, двери раскрыл и всех зверей выпустил. И у двоих подполковников случились преждевременные розы. Потому что паук, яйцеед. Большой и очень любит трогать незнакомых людей. А генерал думал, что прыгать с разбега в окно, но это оказалась картина. А удав вышел по потолку и посмотрел в глаза сразу в шам. И у начальника отдела кадров на голове посидел париль. А самая пьяная из девушек подумала, что это не удав. Что-то совсем другое, чем ей. По роду ее занятий предстоит иметь дело. Сказала нет, упала в бомборок и в саланки. А крокодил из клетки выйти не смог, зато смог пойти вместе с клетками. А бульдог вообще не собирался никого трогать. На него наступили, он откусил пять задних карманов. А один сослуживец потрогал паука и яйца еда. Но потом его потрогал удав и он сильно похудел, прямо на пол. Короче, с людей вечеринка не понравилась никому. Хозяин потом неделю на службу не ходил, все боялся, что морду набьется. Сверх того, что тогда набили. А Толика уволил. А Толик и не переживал. Он когда эту историю в интернете рассказал, ему пять мест предложили. Он сейчас в зоопарке воспитателем работает. У него слон на входе билеты проверяет. У кого есть, тому билет порвется, а у кого нет, тому... Но это уже совсем другая история. Продолжение следует...